В этом видео вы узнаете о том, как настроить интеграцию BikeLines с контрольно-кассовыми машинами, подключенными к компьютеру, с которого вы работаете. Для соблюдения законодательства в области оказания услуг и розничной торговли, каждая точка продаж, салон красоты или фитнес-клуб должны быть оборудованы контрольно-кассовыми машинами или ККМ, которые передают данные о финансовых поступлениях в налоговую службу, а также служат для печати чеков, которые передаются клиенту при проведении оплаты. BikeLines поддерживает интеграцию с большей частью модельного ряда вендоров кассового оборудования Atoll и Shtrichem. Уточнить, какие именно кассы поддерживают интеграцию, вы можете в соответствующей статье в нашей базе знаний. Ссылку на статью вы найдете в описании к видео. Обратите внимание, что для подключения интеграции с кассовым оборудованием может быть необходимо подключить дополнительную опцию к вашему текущему тарифу. Предварительно уточните подробности у вашего персонального менеджера. Для подключения и настройки интеграции BikeLines с ККМ убедитесь, что касса корректно подключена к компьютеру и готова к работе. Как правило, для этого необходимо перейти в приложение, которое поставляется в комплекте с драйверами для кассы. Подробнее о подключении кассы к компьютеру и ее настройке для корректной работы вы можете узнать из статьи в нашей базе знаний. Ссылку на статью вы найдете в описании к видео. После подключения кассы к компьютеру установите расширение для браузера, которое позволит подключить кассу к BikeLines. Ссылку для загрузки расширения вы найдете в описании к видео. После установки расширения вам будет предложено установить дополнительный компонент, необходимый для работы с кассой. Установите его, после чего укажите в настройках необходимость автоматически запускать приложение при включении компьютера. После установки локального компонента перейдите в настройки расширения. На странице «Настройка оборудования» выберите пункт «Добавить устройство» в левой части страницы. В блоке «Ручное добавление» укажите тип устройства «Фискальный регистратор». Затем выберите протокол вашего устройства по названию вендора. Нажмите на кнопку «Добавить устройство». На странице с параметрами подключения заполните поля в соответствии с инструкцией в базе знаний. Состав полей для настройки и значения полей могут отличаться в зависимости от типа подключения, изготовителя и модели устройства. Ссылки на статьи с подробным описанием процесса подключения вы найдете в описании к видео. Сохраните настройки подключения. После добавления устройства оно появится в списке в левой части страницы. Перейдите в раздел «Тест оборудования», чтобы проверить корректность подключения. Отправьте на печать X-отчет и дождитесь, пока касса получит команду на печать. Если все настроено правильно, отчет будет напечатан. В случае возникновения ошибок или сложностей в настройке оборудования, обратитесь в службу технической поддержки Y-Clients. Перейдите в раздел «Финансы» настройки ККМ. Измените настройку «Статус подключения» на «Подключен и настроен». Затем выберите Y-Clients в качестве типа подключения. Если вы используете терминал безналичной оплаты в связке с кассовым оборудованием, активируйте опцию «При безналичном расчете перед печатью чека принять карту через посттерминал». Когда опция активна, терминал оплаты будет автоматически активироваться при проведении безналичной оплаты в Y-Clients. Укажите общие параметры налогообложения при печати чеков. Эти параметры могут быть изменены для отдельных услуг или товаров. О настройке системы налогообложения в товарах и услугах вы можете узнать из соответствующих статей в базе знаний Y-Clients. Ссылки на статьи вы найдете в описании к видео. Сохраните внесенные изменения. Касса подключена и настроена. Статус подключения интеграции вы можете узнать на странице «Финансы операции с ККМ Y-Clients». Если все настроено верно, в блоке «Статус ККМ» вы увидите статус «Онлайн». Все готово для открытия смены и печати чеков. Теперь при проведении оплаты визита или продажи товара вы можете отправить на печать фискальный чек. Создайте новый визит и добавьте в него услугу. На вкладке «Статус визита» рядом с кнопками быстрой оплаты появился флажок «Печать чека». По умолчанию он активен. При проведении оплаты безналичным расчетом или наличными будет автоматически отправлен на печать фискальный чек, соответствующий информации в визите по составу и сумме. Кроме того, вы можете провести оплату на вкладке «Оплата визита». В этом случае после проведения оплаты вам будет необходимо вручную распечатать чек нажатием на кнопку «Распечатать чек продажи». Операция печати чека попадет в таблицу на вкладке «Оплата визита» в визите. Некоторые параметры визита после печати чека будут заблокированы от изменений, чтобы предотвратить возможные ошибки при сверке итогов. Для изменения этих параметров предварительно необходимо распечатать чек возврата. Более подробно о настройке интеграции WhiteLines с кассами вы можете узнать в соответствующих статьях в нашей базе знаний. Ссылки на статьи вы найдете в описании к видео.